МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Ника ТВ. В студии Екатерина Киселёва и в этом выпуске. Свои огурцы ближе. Сегодня введен запрет на фрукты и овощи с Украины. 75 услуг в одном окне. В Калуге начал работу многофункциональный центр. Ни больше, ни меньше. Депутаты предлагают установить фиксированные цены на лекарства. В правительстве задумались о регулировании цен на лекарства. Если соответствующую поправку в закон одобрят, то, по мнению законодателей, такая мера сможет помочь ликвидировать завышение цен на лекарственном рынке страны. Для меня это тоже стало новостью сегодня из прессы. Что кто-то задумку такую имеет регулировать цены на лекарственные средства. Цены на лекарственные средства, конечно, регулировать надо, с моей точки зрения. Но для того, чтобы регулировать цены на лекарства, необходимо лекарства производить на территории Российской Федерации. Нет украинским помидорам и огурцам. С этого дня запрещен ввоз в Россию любой растительной продукции с Украины. Ограничения ввели из-за многочисленных нарушений санитарных норм, а также потому, что через Украину идут поставки продуктов из Евросоюза, на которые уже действуют российские санкции. Россельхоз долгое время пытался добиться от украинцев информации, откуда родом фрукты и овощи, но безрезультатно. Шаг вперед. В Перемышинском районе сегодня открылась новая животноводческая ферма. Сейчас здесь чуть более тысячи коров. Изюминка проекта – компьютеризированный корм-цех. Машины выбирают состав и количество корма, сами замешивают его без вмешательства человека. После строительства второй очереди это будет самый крупный животноводческий комплекс области. Здесь будут содержать около 5,5 тысяч коров. Кроме того, уже началось строительство перерабатывающего предприятия по выпуску пакетированного молока и кефира. Общая стоимость всего проекта – около 3 миллиардов. Пять лет за обман. Госдума может вести уголовную ответственность за обман дольщиков. Авторы законопроекта отмечают, что документ вводит уголовную ответственность в связи с необходимостью наведения порядка в сфере долевого строительства. Санкции будут зависеть от величины ущерба. За ущерб в крупном размере до 5 миллионов рублей будет грозить срок лишения свободы до двух лет. В особо крупном – до 10 миллионов рублей до пяти лет. В качестве альтернативного наказания возможны обязательные, исправительные или принудительные работы. По данным экспертов, сейчас насчитывается в России свыше 70 тысяч человек, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. В условиях стагнации экономики не можем позволить себе затормозить развитие важнейшей отрасли, как гражданское строительство. Именно этим и была мотивирована необходимость первой фазы ужесточения ответственности недобросовестных застройщиков, те, которые обманывают дольщиков. Я думаю, что обязательно за этим должна проследовать вторая фаза – это усиление ответственности госорганов и чиновников. Многие калужане подобную инициативу одобряют. Правильно. А почему? Ну как почему? За все должна быть ответственность. Я видел дом около второй школы, да? Он как бы строился, потом его остановили. Сейчас этот дом разрушили. Вот как вы думаете, как этим людям? Ждал эту квартиру. И чем это закончилось, я даже не знаю. Любой обман должен как-то караться. Однажды сама чуть не попалась на недобросовестных таких застройщиков. Слава Богу, тот дом, на котором они уже продавали квартиры, до сих пор не построен. А прошло уже, наверное, лет 10. Так что, слава Богу, если люди не будут попадаться на такой обман. Безнаказанными такие деяния, наверное, не должны оставаться. Ведь это не один человек, а целая группа людей страдает. И я считаю, это будет справедливо. Нельзя на людях наживаться. Госуслуги становятся доступнее. Наша область стала одним из пилотных регионов, где началась реализация проекта системы многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В этом году прошла презентация нового бренда «Мои документы», а в связи с этим и повышение качества обслуживания. В Калуге на улице Хрустальной появился головной МФЦ, где работают 16 окон. Там можно получить до 75 услуг, от получения паспорта до оформления документов на приобретение недвижимости и земли. Для комфорта посетителей предусмотрены два зала ожидания, детский уголок, кофемашина и снековый аппарат. Филиалы центра будут открываться на базе почтовых отделений и библиотек. Кроме вот таких многофункциональных центров, которые мы будем открывать сейчас, должны быть еще и удаленные доступы организованы. Мы выступили с инициативой на федеральном уровне, чтобы статус вот этих многофункциональных центров, удаленных доступов, этих пунктов приемки документов, обработки, получили наши библиотеки. Мы часть библиотекарей уже переобучили в нашем IT-центре вместе с работниками многофункциональных центров. И они будут эту работу выполнять. После открытия делегация познакомилась с работой филиала МФЦ библиотеки Островского. Он функционирует уже полгода. В ассортименте 17 услуг список пополняется практически ежедневно. Только на прошлой неделе взялись за оформление материнского капитала и начали выдавать справки о размере пенсии. Даже постоянного клиента Владимира Ситникова сегодня библиотеку впервые привела не тяга к знаниям. Я пришел оформить загранпаспорт для поездки, говорится, на отдых. Пользуюсь этой библиотекой. Иногда прихожу, беру книги, аудио, журналы для себя, чтобы иногда почитать. В шаговой доступности, говорится, здесь находится. Поэтому мне очень удобно сюда приходить. Уголок госуслуг расположен прямо в читальном зале. С момента открытия МФЦ библиотеки для слепых посетили более тысячи человек. Большая часть из них попутно пополнила читательские ряды. Если у нас собирается несколько человек, то пока мы обслуживаем одного-двух, а люди в очереди не скучают, они смотрят журналы, кто-то записывается в библиотеку. Таким образом все заняты, все довольны. И все же главная задача небольших пунктов по оформлению госуслуг взять на себя часть нагрузки и избавить от очередей главной инстанции. В связи с растущей популярностью здесь уже готовят второе рабочее место для специалиста МФЦ на абонементе. В перспективе их будет четыре. Парк Вуман отправилась домой. Несколько дней 40-летняя Калужанка провела в салоне своей машины, выражая таким образом протест против эвакуации. Ее Пежо отправился на штрафстоянку из-за неправильной парковки. Однако женщина не захотела платить штраф за нарушение и за эвакуацию. И как сообщили нам в областном МВД вчера вечером, Калужанка наконец согласилась покинуть штрафстоянку и выплачивать свой долг в рассрочку. Позвоните в полицию. Сегодня с пяти до шести вечера все жители области могут задать свои вопросы исполняющему обязанности начальника полиции области Алексею Глазкову. Телефон горячей линии 50-20-20. Бросай курить. По данным ВЦИОМ, табачная эпидемия пошла на спад и число курильщиков стало заметно снижаться. 45 миллионов до 38,5 за время действия антитабачной пропаганды. У табачных корпораций падение рынка на 10%. К нам, как на мусорную свалку, стекалась активность табачной корпорации. Но после того, как привил руководство страны политическую волю, а точнее сказать, после того, как была сформирована общественная антитабачная коалиция, которая в течение нескольких лет ставила эти вопросы, руководство страны пошло навстречивать общественные табачные коалиции, привело волю, ограничивало лоббисты, был принят пакет антитабачных законов. И вот результат. Лучше смотреть патриотические фильмы, чем курить. Госдума предлагает создать патриотическое телевидение для молодежи. Новый канал будет транслироваться во всех регионах России. Финансировать его будет федеральный бюджет. Какие программы на этом канале хотят увидеть калужане, узнала наша съемочная группа. Побольше программ об истории, об истории России и Советского Союза, и как, допустим, в прошлые времена Россия, можно сказать, если в кавычках сказать, дружила с другими странами. Это очень было полезно бы, особенно в сегодняшней ситуации. Это хорошо, но смотря, что там будут показывать, какие там патриотические программы будут. Хотелось бы, чтобы показывали какие-нибудь серьезные фильмы, вот не боевики, которые сейчас крутят. Так что я только за. Про Первую мировую войну, ну и все такое. Все посмотрели, да? Ну да, вообще-то я люблю фильмы военные. Ну, по идее, ну да, так вот. Про Родину, так вот. Честно говоря, врасплох меня застали. Мир и Клир готовятся к открытию. 1 ноября в Калуге начнет работу православная выставка-ярмарка. Духовно обогатиться приедут люди не только из разных уголков страны, но и из-за рубежа. О программе выставки Наталья Вепренцева. Выставка-ярмарка Мир и Клир в Калуге оказалась не разовым мероприятием. За 8 лет сложились свои традиции, свой колорит. Православная выставка-ярмарка – большое и значимое событие в жизни любого города. Для калужан это прежде всего возможность расширить духовный кругозор. Эта выставка уже давно полюбилась калужанам. И в первую очередь в силу того, что множество монастырей и храмов изо всех уголков нашей необъятной Родины, ближнего и дальнего зарубежья привозят различные святыни для того, чтобы люди могли приложиться, набраться духовных сил. В этом году объединять гостей и участников Мира и Клира будут молитвы у калужских святынь. Образы написанного специально для празднеств по случаю 900-летия святого Кукши, просветителя Вятичи и ковчега из частицы его мощей из алтаря Свято-Троицкого собора Калуги. Митрополит Калужский Боровский Климент принял в прошлом году в октябре месяце в дар этот ковчег здесь, в Свято-Троицком кафедральном соборе. И хранится он всегда на престоле от Троицкого собора, выносится по праздничным дням для поклонения верующих. И вот уникальная возможность будет у всех калужан и гостей нашего города поклониться мощам священно-мученика Кукши на выставке-ярмарке «Мир и Клир». Пока Клир готовится к молитвенному предстоянию, молебны около святыни будут совершаться утром и вечером во все дни работы выставки, «Мир» продумывает культурную программу. Организаторы составляют список участников. Каждый год список обновляется на 15-20%. В этот раз в Калугу впервые приедут гости из Палестины, Израиля и даже Монголии. Желающих приехать так много, что организаторы волнуются, смогут ли всех принять. В Калуге нет нормального большого выставочного зала. Мы всегда ограничены территорией. В этом году мы пускаем бесплатный автобус. От площади медсестер до Галантуса. Он будет ходить регулярно в течение работы всей выставки. Кроме культурной и просветительской программы, на ярмарке будет широко представлена церковная утварь, книги, сувениры. 5 ноября в гости ждут всех, кто хотел бы больше узнать о сердечном здоровье. В программе запланированы встречи со специалистами-кардиологами. Ну а 4 ноября, в день церковного и государственного праздников, «Мир» и «Клир» будет посвящен семье. Наталья Вепринцева, Михаил Андросов, Никита Богатов, телекомпания НИКТВ. Звуки струнных озвучили калужскую осень. В Калуге впервые проходит «Осенний мир гитары». Фестиваль, рассчитанный на три дня, собрал не только завсегдатые, таких как Дмитрий Ларионов и Иван Смирнов, но и тех, кто проявит свое мастерство впервые. Андрей Ткачев подробнее. Французская пресса назвала его «Царем гитары», а коллеги считают художником высшего калибра. Артем Дервоед – один из гостей «Осеннего мира гитары», лауреат 36 международных конкурсов. Гитарист стал первым россиянином, одержавшим победу на престижном конкурсе имени Петалуги в Италии в 2006 году. В душе романтика-экспериментатор Артем уверен, что музыка – это магия. Концерт – это способ передачи информации от композитора с помощью меня, с помощью моей интерпретации, слушателям. И вот такой некий сеанс вызывания духа композиторов для меня – это и есть каждый концерт. В этот раз Артем решил вызвать Никола Паганини с его большой сонатой «Ля мажор». Композицию, созданную для гитары в сопровождении скрипки, он исполнил соло. Музыкант стал одним из гостей большого праздника, в честь которого и устроен впервые «Осенний мир гитары». Здесь проста, потому что он привязан к определенной дате, то есть моему юбилею, поэтому приезжают друзья поздравлять. И получается, что их будет так много, что образовался практически второй мир гитары. Но я сказал, что он будет только один-единственный раз, потому что юбилеи бывают не так часто в жизни. И мир гитары опять вернется в свои рамки. Май месяц, последняя неделя мая, пять дней праздником гитары. Поздравить юбиляра решил и Мерзаян-квартет. Музыканты из Армении буквально пару дней назад стали победителями конкурса «Композитор 21 века», который также проходил в Калуге. Конкурсную программу под названием «Семь грехов» они предоставили на суд простому зрителю и не оплошали. Зависть, гордыня, алчность – любой порог ощущался на музыкальном уровне. Например, можно было разозлиться от композиции «Гнев». У нас есть проект, не буду раскрывать скобки, театрализовать с Государственным и Реванским театром «Пантомима». Мы хотели бы сотрудничать, как уже сотрудничаем. И, возможно, это будут такие маленькие этюды. И музыка сама настолько талантливо написана, хотя очень молодой композитор Мартын. И вот эти грехи, они действительно воплощаются. Мы видим, как у каждого из нас возникает свой какой-то образ. В этот раз просто слушатель Михаил Симонян остался в восторге от игры коллег. А фестиваль «Мир гитары» скрипать считает поистине уникальным. Это то самое, что называется мягкая сила в дипломатии, когда на языке культуры разговаривают любые совершенно национальности. И мне кажется, мир гитары в себе именно вот это и несет. Я думаю, что Калуга заявила, и фестиваль Олега Акимова заявил уже такое что-то вроде мекко-гитарной музыки. И мы действительно уже получаем международную известность. Калужан ожидает еще один заключительный день фестиваля, который пройдет 28 октября. Главной его особенностью, помимо всего прочего, станет выступление самого юбиляра Олега Акимова. Андрей Ткачев, Алексей Пехов, телекомпания НИКО-ТВ. Это все новости к данному часу. Итоги дня мои коллеги подведут в вечерних информационных выпусках. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова